Солнечная планета С отметим, что Майкла Брауна иногда называют убийцей Плутона, поскольку именно он инициировал процедуру импичмента для этой малой планеты на астрономическом конгрессе в 2006 году. Международный астрономический конгресс после жарких дебатов объявил Плутона Плутон планетой Карликом, чей диаметр всего около 3000 км, что на 500 км меньше диаметра земной спутницы Луны. Новую, пока безымянную планету удалось обнаружить лишь с помощью компьютерного моделирования при изучении движения малых небесных тел в дальнем космосе. Это так называемое открытие на кончике пера. Примерно так был открыт Нептун. Благодаря предварительным вычислениям орбит и возмущению в движении планет, прежде всего Урана и других небесных тел, передает весь Тиро. Новая планета-гигант в Солнечной системе находится примерно в 20 раз дальше от Земли, чем названный именем бога Марии Нептун. Авторы открытия опубликовали в астрономическом журнале статью, в которой утверждают, что они нашли таинственную планету – газового гиганта. Масса пока безымянной планеты в 5-10 раз превышает массу Земли. Это позволяет оказывать ей заметное гравитационное воздействие на многочисленных обитателей пояса Койплера – области пространства за пределами орбиты карликовой планеты Плутона. Девятая планета могла быть выброшена за периферию Солнечной системы ревностью двух других гигантов под воздействием гравитационных сил Юпитера или Сатурна. Новая девятая планета Солнечной системы должна быть примерно в 2-4 раза больше в диаметре, чем Земля. Это значит, что она в Солнечной системе окажется пятой по размеру после Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Правда, в ближайшие пять лет астрономы вряд ли смогут разглядеть девятую планету Солнечной системы в телескоп с Земли. Сделать это сейчас не позволяет современная оптическая техника. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал. Увидимся!